Валерий Иванович, весь центр города вот в таком состоянии, как мы здесь видим. Траншеи на тротуаре. Много где тротуара просто нет, снята брусчатка, она лежит кучками так, что народу не пройти. Машины, естественно, даже заехать не могут во дворы. Коллапс в центре очевидный. Почему? Вот мы десятилетиями не видели ничего подобного, чтобы вообще даже такие работы производились. А сегодня они настолько масштабные, и на дворе начала октября ничего еще не закончено, и мы вот даже рабочих не видим. Мы видим, катки стоят, спецтехника, но все стоит, ничего не делается. Вот как вы можете оценить ситуацию? Был затеян серьезный, комплексный ремонт за одним и сетей, и брусчатки, которые тут криво уже от времени просела кое-где. Она и должна просесть, потому что на грудь ложится. Вот без, видимо, хорошей подготовки, меняли ее. Где-то на асфальт прямо положили. То есть в прежние годы, как правило, вот в центральной улице там через год, два или три просто перекладывался асфальт. В лучшем случае в последнее время стали поднимать там или подгонять покрытие асфальта колодцем там и так далее, и так далее. Потому что обычно это тоже, даже некоторые колодцы закатывали под асфальт, это все в истории есть. По-моему, это не вверх плитки. Какая разница? Нет, а большая. Вот это вверх плитки, вот он вверх, с ребордами, с такими выточками. Это низ, то есть она была промокшая и от мороза отвалилась. То есть она даже видно пропитана, мокрая внутри. Так она получается, если вся такая она, что с ней? Так она и должна быть мокрой. Но это же она внизу находится, песочек под ней, он не шибко проветривается и так далее, поэтому она мокрая. Но вот вам удавалось сравнивать хорошую плитку и плохую плитку, скажем, та, что кладется за рубежом и у нас. У нас вот халтура какая-то или это, в принципе, нормальный уровень стройматериала, который везде укладывается? Ну, это, конечно, плиточка дешевенькая, хотя тоже вряд ли шибко дешевая. Конечно, центр города Красноярска, тем более проспект Мира, достойны плитки гранитной. Натурального камня? Натурального камня, конечно, она более долговечна, она вечная просто. Ну и визуально она выглядит дешево. Да, вот набережные Питера, допустим, они из вот этого целяка гранитного сделаны. 150 лет простояли, ничего с ними не случается. А эта плитка, ну, наверное, да, под проспект Мира нужно было бы поставить плитку более долговечную. Вот у нас-то бордюры вот эти вот, по-моему, гранитные, да, стоят? Ну, вот они все потеряли уже геометрию, их тоже нужно приводить в порядок, там, обрезать, там, или формировать какую-то геометрию. Что-то может даже менять. Потому что такое впечатление, что их специально даже обрубили или таскали где-то волокон. Ну, стыдно просто такие плиты, вот, это, бордюр. Создается впечатление, что, допустим, это делалось, вскрытие, и все, ради кабелей. А кабели это делается не для пешеходов. Другая организация делала. Ну, тем не менее. Не так, которые благоустройства. Это понятно. Но вот кабели, это как будто интернет-чеки, все провайдеры. Это в их интересах, это не в интересах города. Так почему все страдают? Вот если брусчатка вся та же окажется, если ничего здесь не изменится. Вот убрали остановочный карман, убрали парковочный карман. Это опять же против нас. Это опять служение проезжей части, это опять не припарковаться, ничего. Ну, вообще говоря, на таких улицах, как Мира, Маркса, Ленина, вот эти парковки не должны существовать. Потому что это просто... На перпендикулярных улицах, пожалуйста, допустим, как в Париже это делается. Или, допустим, на ночь вот в Париже, на Елисейских полях, в два ряда стоят машины ночью. Но на Елисейских поменьше, на соседних улицах, в два ряда почти стоят. Утром их нет уже. Давайте посмотрим, как поставлен бордюр. Потому что так со стороны смотришь, придавили жидким бетоном, застыло. Вот насколько это все будет работать? Ну, плохо. Есть, понимаете, есть технологии. Это никакой не гранит, это бетонные, это бэушные бетонные плиты. Это не гранит же, боже мой. По крайней мере, он в таком состоянии, что сейчас невозможно идентифицировать. Гранит это бетон или еще что-то. Сейчас мы идентифицируем, боже мой. Нет, похоже, что вот этот гранитный. Вот этот цвет тут проходит чуть-чуть. А вот этот я не знаю. Ну, тут просто он грязный, видимо. Да, серая масса такая уже непонятная, налившая и пыль, и бетон, и цемент, все что угодно. Нет, это вроде бы гранит. Ну, его же надо рихтовать, надо его привести в порядок, нельзя же так. Это кто потом будет этим заниматься? Нет, я еще не понимаю, а что красивого в том, что вот здесь вот кулак практически может войти, вот и сам вот такой вот закругленный. Вот что, это образцовый бордюр? Это бракованные уже вещи, их нельзя. Так он уже забетонирован, это вот свежее бетонирование. Вот надо это, если бы я был помоложе, я бы так вот их распинал все, да и все. Я так, когда на стройке работал, я так делал. Причем, если мы посмотрим даже геометрию, она даже кривая. Вот мы видим, что это сделано криво. Нет. Криво, вот по линии, тут же линии не сможем сделать. Нет. На трех метрах пять сантиметров искажения. Вот эта линия должна быть геометричная. Допустим, которая тут в газон уйдет, это как бы и черт с ней, она в газон ушла. Хотя тут, я думаю, что вряд ли будут какие-то газоны. Глядя на вот этот вот ряд, ну я не знаю, такую работу никакой заказчик принять не должен. Абсолютно. Ну это видно невооруженным глазом. Я уж не говорю об инструментальных каких-то. Вот эту плитку, кстати, вот эту брусчаточку, ее нужно инструментально проанализировать. Несет ли она, сколько разрушилась она, понимаешь? Если вторично ее вот тут вот это применять. Это никуда не годится, слушай, ты меня огорчил. Вроде бы радует, что попытались сохранить натуральный камень, когда тут все слеплено. Нет, слушай, слушай, но у нас в Красноярске, извини за уважение, этого камня как говно. Вот, это же наш местный материал. Это же не Венеция там или Москва. Это наш местный материал. Если вот затевать серьезный комплексный ремонт, мне кажется, нужен был хороший проект. Даже не просто покрытие асфальтового, а благоустройство улицы. У нас была специальная мастерская благоустройства, высокопрофессиональная, которая это и делала, понимаете? Потому что лишь профессиональная организация может хорошо сделать такую работу. По сегодняшним этим всяким 44 и 94 законам это просто невозможно. То есть, чем дешевле, кто-то выигрывает? Ну, не только. Там еще и сроки, там еще и халтура, там еще и фирмы-однодневки, которые эти конкурсы выигрывают. То есть, это прямое преступление против, вообще говоря, всего. Инфраструктуры, экономики. Да, да, да. Бюджетных всех этих средств. А в конце концов, это все в два раза дороже. Опять говорю, это благоустройство улицы или просто 3 или 10 сантиметров асфальта положить? Это разные вещи совсем. Вопрос только в том, когда это все закончится и качественно ли будет сделано. Почему началось только в начале сентября на многих участках? Ну, вот как раз по тому 44 закону. Там разыграли пока, кто-то еще судился, потом кто-то подал в суд, кто-то не выиграл, кто-то проиграл. Потом через какое-то время должны быть деньги выделены и так далее, и так далее. И осень. Это нельзя такого допускать. Деньги должны быть выделены хотя бы в феврале или марте. А потом наверняка, опять же, не было, как один кто-то по телевизору я видел из руководителей, говорит, а нет проекта. А что такое проект улицы сделать? Это проектировщикам нужно месяца полтора-два сидеть круглосуточно, чтобы сделать съемку всю, разобраться, где какая магистраль, где какие сети находятся. Это серьезная работа. Это не просто так, как раньше давали 15 суток на стройках народного хозяйства. Это издевательство над строительством, так думать. Строительство – это серьезная вещь. Как обычно говорят в Сибири, зима приходит внезапно. Вот зима может завтра прийти. И вот эти вот бурты все будут замерзшими. Я про себя думаю, это все уйдет под снег. Вот и все. Должна быть профессиональная организация по ремонту города. И никаких 44-х законов. Она должна все время в городе, как вот Бруклинский мост в Нью-Йорке. Вот любители ссылаться на Америку могут туда съездить и посмотреть. Одна бригада красит весь мост. Год красит. Следующий год она опять сначала начинает его украсить. Вот и все. Там, я не знаю, разыгрывает кто это там в карты или в пассианс. Значит, придет другая бригада, допустим. Что это такое? Это значит, не тот профессионализм, ничего они не понимают и так далее, и так далее. Профессионализм в строительстве рождается годами. Проектная организация, проектировщик, рождается через 10 лет. Вот это вся система этих конкурсов, понимаете? А на самом деле они не конкурсы. Потому что конкурс это когда сверяется мастерство. Когда люди делают сначала эскиз проект. Кто-то действительно красиво все сделал. Тут есть практика. Мы с вами сможем обозревать метров 300. Мы не видим ни одного работающего катка. Они стоят на обочинах. Да, просто никто не работает. Мы не видим ни одного человека ни с лопатой, ни с ломом, ни с тем, чтобы он просто ковырялся в песке и укладывал, скажем, брусчатку. Значит, вот причина. Значит, нету денег. Дело в том, что вот эти так называемые закупки, да, деньги получаются после завершения работы. С одной стороны, правильно. Но в строительных, многомиллионных, как правило, контрактах, нужны деньги. Обороты. Надо кормить и рабочих. Оборотные средства какие-то должны быть в организации. Вина власти есть в этой безнадзорщине? Ну, по крупному счету, разумеется, власть должна заниматься формированием какой-то достаточно качественной среды в городе. должна. Но и все. Одного желания мало, понимаете. На практике? На практике все упирается в несовершенство закона, там в глупости всякие, вот этот разор на стройках. Мы видим здесь вот эти горы, брусчатки. Понятно, что она уже, как говорится, бэушная. И мы видим, что она уже и с отковами, и все. И ее сейчас будут по новой укладывать. Надо отбраковку делать обязательно. То есть, прежде чем укладывать, смотреть, если вот как тут вот брусчатка, допустим, какая-то отвалилась тут кусочек, нормальная брусчатка, она должна лежать, ну, я не знаю, лет 30-50 должна лежать. Слушайте, ну, это и 10 лет нет. Мы видим, в каком состоянии, вот ее даже аккуратно разобрали, и мы видим, какое у нас состояние. Она просто уже как будто на выброс. Чуть ли не каждый, там, пятый кусок. Мороз все гробит, все.